Действительности грузовики уже применялись в качестве, это часто применяется против Израиля, это часто там такие теракты. И, кстати, если обратить внимание на многие израильские посольства, они как раз ограждены во всех странах мира такими бетонными блоками, которые не позволяют террористам использовать автомобиль, чтобы въехать в израильское посольство. Там взрывчатка имеется в виду, что вы имеете в виду, взрывчатка, либо автомобиль. В данном случае, о чем это говорит? О том, что Европейский Союз, как и политики, они все больше и больше сталкиваются с теми вызовами, которые они не привыкли сталкиваться. Раньше за безопасность фактически отвечала Америка, которая обеспечивала безопасность, а европейские политики жили в таком красивом, хорошем вакууме. В действительности это показатель того, что необходимо и изменение и миграционной политики в Европейском Союзе. Слишком европейские политики, которые фактически контролируются левыми идеями, они не хотят решать тех проблем, которые уже сейчас нужно решать. А Франция, ну Франция это понятно, потому что Франция как раз была бывшей метрополией очень многих арабских государств, и поэтому там в действительности очень большой процент арабского населения. Вот Тунис это бывшая, который гражданин, кстати, этот террорист, гражданин был Франции и Туниса. Это бывшие французские колонии, это и Алжир и так далее. Поэтому процент именно исламского фактора именно во Франции, он достаточно высокий. Тарас, здесь мы имеем, кажется, дело с фанатиком-одиночкой. Я вообще хотел даже обсудить... Но мы еще не знаем, если сейчас расследование будет. Вам не кажется, что терроризм в последнее время, если не меняет лицо, нет, конечно, но, по крайней мере, появилось его второе лицо. Это люди, недовольные чем-то, которые сидят дома, в них кипит какое-то протестное настроение или еще что-то, поддерживаемое разными факторами. Затем эти люди берут откуда-то оружие и идут на улицу убивать. В действительности мир поменялся настолько, что у террористов просто больше инструментов сейчас появилось для того, чтобы использовать блага цивилизации. Например, отсутствие границ между странами в Шенгене. То есть ты можешь перемещаться из точки в точку, используя просто блага, которые создала европейская цивилизация. Доступность оружия того же, использование различных технических средств. В интернете можно прочитать, как сделать бомбу из подручных, открытая агитация и открытых проповедников, которые могут тебя накрутить на это из-за того, что ты просто социально чем-то недоволен. То есть ничего в действительности не поменялось. Вопрос в том, что оружие стало доступней. Продолжение следует...